Привет, ребята! В этом выпуске мы посмотрим на уникальную статуэтку, вырезанную из гранита и которая находится в храме Витала в районе Хампи в Индии. Это очень маленький барельеф, но, как известно, размер не всегда имеет значения. Как вы думаете, что здесь изображено? В наших выпусках мы уже показывали вам некоторые особенности храма Витала. Мы показывали музыкальные столбы этого храма. Эти столбы издают различные звуки, если по ним постучать. В этом храме также есть каменная колесница с колесами, которые вращались как настоящие. Ролики об этих артефактах можно посмотреть по ссылкам в подсказке, которая расположена в правом верхнем углу экрана. Но на эту крошечную резьбу большинство посетителей даже не смотрят. А зря. Потому что это уникальная резьба. Индийские храмы известны своей качественной резьбой по камню с кристально чистыми деталями. Но этот барельеф совсем другой. У него нет каких-либо четких функций, хотя мы можем видеть некоторые детали. И это очень загадочная резьба. Если вы посмотрите на нее сверху, вы сможете увидеть лягушку. Это очень похоже на лягушку. И вы можете увидеть ее голову, тело и конечности. Интересно, что лягушку будут видеть в основном дети, не достигшие подросткового возраста. Подростки и взрослые редко видят здесь лягушку. Если вы подросток, мальчик или девочка, вы будете склонны видеть здесь змею. Вы сможете увидеть голову змеи, ее изогнутое тело и хвост. Итак, на одной и той же резьбе вы можете увидеть лягушку, которая является добычей, а также змею, которая является хищником. Так почему же дети видят лягушку, а подростки – змею? Но не спешите с ответом. Давайте продолжим осмотр. Если вы взрослый мужчина, мужчина в возрасте от 20 до 50 лет, вы, вероятно, увидите, как обезьяна хватает с земли своего детеныша. Вы увидите, как более крупная обезьяна защищает своего детеныша, хватает его внизу, чтобы поднять наверх. Если вы мужчина, и вы смотрите это видео, и принадлежите к этой возрастной группе, то это, вероятно, первое, что вы заметили. Обезьяна, поднимающая своего детеныша. Но вот взрослая женщина на это взглянет совершенно иначе. Она заметит мать-обезьяну, кормящую грудью своего детеныша. Вероятно, вы уже поняли закономерности этой скульптуры. И вам не терпится узнать, что делать людям старше 50 лет. Что они обычно видят? Они заметят вот это. Это бог летающих обезьян. Вы можете увидеть его две ноги в воздухе, и даже увидеть его хвост, если внимательно присмотритесь. Он не кто иной, как лорд Хануман, который старается верно служить другим. Но если вы откажетесь от всех своих мирских желаний. Если вы готовы встретить смерть без всякого страха. Если вы станете монахом или человеком, ищущим просветления, вы увидите нечто совершенно иное. Вы увидите это. Цилиндрический лингам, защищенный сверху гигантской змеей. Это видят только очень мудрые или очень старые люди. И это очень интересно. Зачем такую резьбу много веков назад сделали в Индии? Почему люди разных возрастных групп и разного пола видят в одной и той же резьбе разные изображения? Это духовность или наука? Для древних индусов духовности была наукой. А древние строители всегда красиво сочетали духовность и науку. Сегодня существует особый вид искусства, который называется неоднозначные изображения. Эти изображения используются психологами, чтобы узнать о состоянии вашего разума. Давайте посмотрим на эту картинку. Что вы видите? Хотите верьте, хотите нет, но единственное, что увидит маленький ребенок, это стая дельфинов, играющих внутри гигантской бутылки. Ребенок не сможет увидеть ничего другого. С другой стороны, взрослые увидят нечто совершенно иное, и им придется приложить сознательные усилия, чтобы идентифицировать дельфинов. Хотя даже бирка на бутылке явно говорит о дельфинах. Это изображение используется психиатрами, чтобы определить, достиг ли ребенок половой зрелости. Давайте посмотрим на еще один классический пример. Что вы видите на этой картинке? Если вы сразу заметили череп, то вы достаточно осведомлены о своем окружении и можете заметить опасности на расстоянии. Но если вы видите только женщину в зеркале и совсем не видели черепа, вы безнадежный романтик. Но почему это происходит? Это одна и та же картина, но почему люди видят совершенно два разных изображения? Это происходит потому, что на самом деле вы видите не глазами, вы видите своим умом. И то, как ваш разум обусловлен, так он изменяет информацию, которую вы видите своими глазами. Таким образом, вы можете думать, что вы абсолютно объективный человек, но вы всегда обрабатываете всю поступающую информацию с помощью некоторых фильтров. И эти фильтры основаны на вашей обусловленности. А вот если вы сразу заметили оба изображения на этих неоднозначных картинках, вы очень умный человек, обладающий солидными аналитическими способностями. Подобные оптические иллюзии психиатры показывают пациентам. И доктора даже могут идентифицировать психические заболевания, такие как шизофрения, используя эти изображения. Но интересно отметить, что эта двусмысленность или оптическая иллюзия использовалась во многих резных фигурках древней Индии. Ролик об этих оптических иллюзиях древних строителей можно посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. К примеру, как в храме в Махабалипураме. Этой резьбе 1300 лет. Вы видите здесь корову? Или вы видите какое-то другое животное? В большинстве вырезанных оптических иллюзий древней Индии, мы видим только два разных изображения. А вот изображение в хампе очень продвинуто. Этот барельеф показывает несколько изображений, и вы обычно видите то, что хотите видеть, в зависимости от вашего возраста или пола. Если вы отец, вы с большей вероятностью увидите изображение обезьяны, поднимающей детеныша с земли, типичный отцовский жест защиты ребенка. Если вы мать, вы с большей вероятностью увидите, как детеныша обезьяны кормят грудью, потому что это ключ к его жизни. Итак, вы можете видеть, что много веков назад, в Индии, древние строители умело создали эту неоднозначную резьбу. Зачем? Зачем им было нужно то, что сегодня используют психиатры? Кого они пытались обнаружить среди посетителей этого храма? Для чего еще могла потребоваться эта статуэтка, которая показывает как минимум семь различных изображений? В этом месте пытливый ум должен спросить, подождите, но в ролике говорится только о шести изображениях. Да, в этой статуэтке есть еще один образ, о котором в ролике не рассказали. Если вы заметили его, вы редкость, поэтому, пожалуйста, напишите, что вы видели в разделе комментариев. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь, будет интересно для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Elmucon.